Рождество Христово, пасхальные сюжеты, солнце и котики. Выставка вытянанок народного мастера Беларуси из Завоцевического района Натальи Кулеской, карагод паперовых коронков открылась в Бресте. Наталья Кулицкая участница многих выставок и конкурсов. Член Белорусского союза мастеров народного творчества. В 2020 году ей присвоили почетное звание народный мастер Беларуси. Мы постарались показать всю красоту вытянанки, такую торжественность, ажурность в рождественской тематике. Но я очень люблю тему своего родного края, поэтому они тесно переплетены. Поэтому здесь как бы красной полосой идет карагод паперовых коронков. Он так и называется, карагод, потому что в течение всего года рождались работы, в течение всех лет моей жизни я шла к этому результату. И как бы вот этот своеобразный карагод превратился, в конце концов, в такую выставку большую, творческую. Хочу поделиться с брещанами своей радостью. Действительно радостью, потому что мы открываем новый, встречаем Новый год и открываем новый выставочный год 2024. Именно такой прекрасной выставкой народного мастера Беларуси Натальи Михайловны Кулецкой. Это юбилейный год ее, здесь был юбилей ее в этом году. И такая вот персональная выставка. Выставка на самом деле очень светлая. Работы сделаны с любовью, на душевном таком подъеме. И, конечно же, это свидетельствует о огромном таланте, о большом мастерстве именно этого мастерицы этой. Наталья Михайловна работает в традиционной технике вытянанки, а потому на выставке она представила зрителям разнообразные изделия. Занавески на окна, кружева для украшения полок, рамок с фотографиями, икон, настольные изделия, салфетки, полотенца, женские украшения, брелки на ключи, магниты, открытки, сувениры. Использует авторскую вытянанку в электронном оформлении белорусских народных сказок. Очень много работ именно по теме «Моя Беларусь». Она действительно моя, потому что работа начинается от Осовщины, где я работаю, живу теперь. Продолжают работы Брест, Брестская область. И, конечно, завершают тематику. Это Минск, наша главная столица. Испокон веков считалось, что это элементарный такой вид искусства, вырезание из бумаги. Этим занимались наши бабушки и дедушки, еще сидя вечерами со своими детками, вырезая из-за недостатка, так скажем, текстиля. Они всегда стремились украсить свой дом, поэтому вырезали ферранки, вырезали подузоры. Это все для украшения собственного дома, из-за такого отсутствия благосостояния, так скажем. При этом еще забавляя деток разными зверюшками, вырезанными из бумаги. И, естественно, традиционные снежинки на Новый год. Сегодня ватинанка похожа на нарядное кружево волшебной снежинки, нарисованные морозом на стекле. По задумке мастера, лист бумаги превращается в открытку или панно, оригинальный набожник для украшения иконы или праздничную салфетку. Как отметила Наталья Михайловна, в общении с зрителями создавать ватинанки – это своеобразная медитация. Идет такое глубокое погружение во внутренний мир, в образ, который пробуешь создать, что звуки окружающего мира, внешнего, перестают для тебя существовать. Не замечаешь, как бежит время.